Друзья, всем привет! 4 октября, я Максим Журавлев, пятница. Итак, у нас стремительно развиваются события на рынке нефти, вообще в политике. И, конечно же, это все отражается на нашем валютном рынке в частности. Вот на ваших глазах валютная пара китайский юань рубль. Ну, по крайней мере, сегодня мы можем более или менее посмотреть с графической точки зрения именно эту валютную пару. Ну и также золото. Глянем, что у нас там происходит. Это, кстати говоря, месячный таймфрейм. Мы видим, что золото у нас практически уже обновило максимум с марта 2022 года, на минуточку, друзья. То есть мы видим, что золото к рублю у нас продолжает расти, соответственно, рубль у нас падает. Давайте разберемся, что происходит. Сегодня у нас есть о чем поговорить, как обычно. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал «Про деньги и рынки». Ссылку я внизу оставлю. И также, друзья, приглашаю в свой клуб инвесторов «Про деньги и рынки плюс». Вот здесь я показываю вам, какие здесь я выпускаю обзоры. Это аналитика. Это не только аналитика, но еще и обучение к криптовалюте с нуля. Мы здесь также проводим обучение. И, собственно, есть очень много полезной, самое главное, практически полезной информации. Также вы можете подписаться вот в этот телеграм-канал. Закрытый он также привязан к этому клубу. Главное – это полностью здесь все обзоры дублируются. Дискуссионный клуб. Здесь мы с подписчиками обсуждаем в текущую ситуацию криптовалюта. Здесь собраны все материалы по криптовалюте, обучающий материал. Здесь я демонстрирую свой долгосрочный портфель, какова в нем динамика, облигации, планы по портфелю и идеи на рынке, если они имеются в моменте. Поэтому обязательно подписывайтесь. Итак, пожалуй, мы начнем вот с этого материала. И, значит, США обсуждает возможность удара Израилем по нефтяным объектам Ирана. Все это в рамках конфликта, который сейчас разгорается все с большей и большей силой. Мы говорим про Израиль и Ливан. На территории Ливана действует вооруженная группировка Хезбалла, которая, в свою очередь, поддерживается Ираном. И вот буквально недавно, несколько часов назад, сутки, Иран нанес достаточно мощный ракетный удар по объектам в Израиле. Но вот в ответку Израиль может также нанести ответные удары. И, в общем, США сейчас обсуждают эту тему. По крайней мере, задавали вопрос непосредственно Джо Байдену. Тот, да, подтвердил. США, вроде как, обсуждают эту тему, и мы это сделаем. На этом фоне у нас за последнее время достаточно серьезно выросла нефть. То есть, в цене имеется в виду нефть марки Брент у нас растет, по крайней мере, в этом месяце уже на 7,8%. А на минуточку сегодня только 4 октября. Буквально за неполную неделю нового месяца мы увидели вот такой взрывной рост. Является ли это реакцией? Безусловно, является. Но здесь, смотрите, я хотел бы вам продемонстрировать очень интересную логику, которая разворачивается, по крайней мере, с части анализа информационных потоков. Начнем с того, что буквально вот недавно мы получили новость, что якобы Саудовская Аравия предупредила участников рынка, что нефть может стоить 50 долларов за баррель. А все из-за того, что некоторые участники ОПЕК плюс не выполняют квоты по добыче нефти. То есть, добывают больше, чем нужно. И якобы, если они далее будут вот так дальше увеличивать добычу нефти, то просто нефть будет стоить 50 долларов, и это станет уже невыгодно. Поэтому мы просто все от этого потеряем. Затем поступило опровержение. Опровергли вот эту информацию, что ничего подобного, мол, и не было. Но на чем бы я здесь заострил ваше внимание? Во-первых, хотел бы обратить внимание, что действительно некоторые страны превысили квоту по добыче нефти в первом полугодии текущего года. К их числу относят такие страны, как Ирак, Казахстан и Россия. И вот здесь есть даже вот со сноской на эту статью, что действует некоторый график компенсации добычи нефти, который начинает действовать буквально-таки вот с октября текущего года. То есть, это фактически подтверждает те наши выводы, которые мы делали в наших обзорах, о том, что Российская Федерация, по идее-то, будет сокращать добычу нефти, в то время как все ждут, наоборот, обувеличения добычи нефти со стороны стран-участников ОПЕК. Поэтому это первый такой серьезный, так сказать, повод к тому, чтобы российская валюта у нас продолжала слабнуть по отношению, например, к китайскому, а не к золоту. Но, разумеется, и официальный курс доллара и евро также у нас сейчас растут по отношению к рублю. Далее пойдем. Поскольку США обсуждают возможность нанесения удара, конечно же, это будет серьезный всплеск на рынке нефти, безусловно. Выгодно это сейчас, особенно перед выбором США или нет? Конечно же, скорее всего, нет. Чем да? Поэтому не факт, что могут разрешить, но, по крайней мере, есть вот такая информация. Сразу же, буквально там, следом ОПЕК плюс может смягчить нефтяной шок Ирана, но не более, допустим, каких-то определенных объемов. Здесь сказано о том, что ОПЕК плюс внимательно контролирует вот эту ситуацию, что даже если, предположим, что Иран полностью уберет нефть со своего рынка, то есть прекратятся поставки иранской нефти, несмотря на то, что она сейчас под санкциями, то ОПЕК располагает достаточным количеством нефти для того, чтобы заместить эти все поставки. Вот такая ситуация. И здесь я хотел бы добавить, что Иран за последние месяцы нарастил добычу до уровня 1,7 миллиона баррелей в сутки. То есть это максимум за несколько лет со стороны Ирана. И основной покупатель этой иранской нефти является Китай. И вот если, например, теоретически мы предположим, что Иран действительно сокращает поставки, точнее, предложения нефти в мир, ну, в частности, в Китай, из-за того, что просто-напросто разбомбят его заводы, грубо говоря, то это отчасти выигрышная позиция, ну, например, той же Саудовской Аравии и, может быть, даже и России. Потому что здесь высвобождается определенная доля рынка. Вот такая вот история. Друзья, какой бы я хотел сделать вывод из всего вышесказанного? Вы знаете, вот когда мы всю эту тему анализируем, то у меня лично, по крайней мере, сложилось впечатление, что ОПЕК, не ОПЕК+, а вот именно ОПЕК, начал в какой-то мере даже подогревать, например, даже интерес Соединенных Штатов Америки к низкой стоимости нефти. Потому что вот эта вся ситуация, где мы видим, что США обсуждают, с одной стороны, возможные удары по нефтяным объектам, с другой стороны, ОПЕК говорит, что нормально, типа бомбите, потому что, если что, мы эту нефть допоставим, и дефицита на рынке нефти не произойдет. Не является ли это какой-то сплоченной позицией, например, против Ирана и в угоду США? У меня вот такой вопрос возникает в голове, потому что, по большому счету, сейчас все, что разворачивается, это на арку, по крайней мере, тем же штатам. Но даже если и разбомбят нефтегазовые мощности Ирана, то ОПЕК тут же возместит, и все будет хорошо. И вроде бы и устранили одного из крупнейших поставщиков нефти в мир. Но и с другой стороны, интерес США здесь не подорвана, в части того, что нефть не будет, по крайней мере, лететь в небеса, вот по этому поводу. Да тут еще одна дополнительная информация. Дело в том, что Ливия, это тоже не такой уж супер крупный, но тем не менее немаленький игрок на рынке нефти, возобновляет добычу и экспорт нефти. Ливия – это крупнейший тоже вот в этом регионе добытчик нефти. У него мощности могут достигать до более миллиона баррелей в сутки, миллион двести как минимум. Сейчас это практически дополнительно еще 700 тысяч баррелей дополнительно в рынок. И это тоже такой некий фактор, который, по идее, должен снизить стоимость нефти. И вот здесь возникает вопрос, в итоге-то, что мы с вами должны видеть, какие перспективы на рынке нефти и сложившейся ситуации. Я думаю, что вот эта история сейчас, она будет купирована, и я не уверен, что вот сейчас это все может резко подорвать стоимость нефти и полетит она в небеса до 100 долларов за баррель как минимум. То есть у меня предположение, по крайней мере, я смею предположить все-таки, что стоимость нефти будет варьироваться не более 80 долларов за баррель, дальше просто не дадут ей вырасти. И тут, друзья, я бы еще один нюанс добавил бы. Конечно, например, для Российской Федерации дорогая нефть это было бы неплохо, но с другой стороны, давайте все-таки рассуждать так более прагматично. Представьте, что нефть полетела до 100 долларов и еще выше. К чему это приведет? Друзья, на самом деле это может привести к еще большей худшей ситуации, потому что это уже будет серьезный удар по мировой экономике, по возможности покупать эту нефть другими странами. Естественно, дорогая нефть просто-напросто разобьет еще больше глобальную инфляцию, что приведет к тщетности всех попыток, всем попыткам ее сбить. И это может просто-напросто уже перевалить в такую кризисную ситуацию, чего бы, честно сказать, не хотелось бы нам. Все-таки хотелось бы, чтобы рынки были более-менее сбалансированы, учитывали все риски и были, так сказать, соразмерны тем настроением, которое сейчас официально присутствует на рынке и которое сейчас в угоду многим участникам этого рынка. То есть, если еще проще перевести на понятный русский язык, что если нефть впадет в гору, это не факт, что, например, наш российский рынок акций, предположим, будет расти в цене. Тоже далеко не факт, потому что это все в итоге будет иметь последствия к тому, что просто нефть перестанут покупать в тех объемах, в которых хотелось бы. Друзья, вот такие, может быть, на первый взгляд, не совсем структурированные мысли, но, тем не менее, вот картина такова. Поэтому следим за развитием событий, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте колокольчик, комментируйте и до встречи в следующих обзорах.